Героическому вьетнамскому народу приходится сражаться. Сражаться не только со стихией. Север республики, провинция Као Ланг. Китайские радары нацелены на Вьетнам. По ту сторону границы идут лихорадочные военные приготовления. Прибывают новые и новые дивизии, танки, орудия. Китайские солдаты вторгаются на чужую землю. Грабят. Убивают. Этих диверсантов обучали в специальном лагере на юге Китая. Обучали тому, как владеть кинжалом, стрелять. А потом в составе группы «Авангард» перебросили во Вьетнам. Они нападали на пограничников, жителей мирных деревень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Этот бандит – один из тех, кто особенно зверствовал. Теперь он уверяет, будто не делал ничего особенного. Ничего особенного. А этот, оказывается, поверил слухам. Дескать, Советский Союз собирается ввести войска во Вьетнам, чтобы уничтожить всех китайцев. Так они уверяли. А вот правда. Рассказывает очевидец, начальник пограничной заставы. Это было 19 августа. Несколько сот китайских диверсантов перешли к границу. Они были в крестьянской одежде. С мотыгами, кирками, палками. Набросились они на вьетнамских бойцов. Пограничники, давая отпор диверсантам, Захватили эти орудия, радиопередатчики И еще фляги с ханжой, рисовой водкой. Ею подбадривают бандитов, когда отправляют через границу. В этом бою погиб пограничник Чинь. Нам показали его залитую кровью рубашку. Посмертно Чиню присвоено звание Героя Народных Вооруженных Сил Вьетнама. Защищать Родину как Чинь. Это движение родилось в республике. Тысячи ополченцев поднимаются на защиту Родины. Мы видели их.